Доброе утро! Сегодня 17 ноября 2023 года. Для меня в какой-то степени исторический день. Сейчас я объясню почему. Наверное, вы знакомы. Не все, но где-то тысячи экземпляров по стране разошлось, это записки зачарованного сибирского садовода. Когда-то, похоже, название было у классика. По-моему, другие они уважали, что все забывается. Вот название очень такое мне нравится самому. Книги проданы, бумажные. И надрело продолжение. Почему? Потому что у меня появились хорошие, добрые помощники. С одним из них я познакомлю вас в первой главе, с Артёмом Семенченко. Жителем, увы, не увы, а замечательного города Харькова. Итак, значит, вот эта тема, глава первая, на пути к здравому садоводству. Это название придумал Артём. Вот. Я его в душе зову сыном, потому что моего сына зовут Артём. А Артём Семенченко, вот он. Посмотрите на этого юношу и посмотрите на его внешность. Можно ли догадаться, что за этой внешностью скрывается очень глубокий ум «Не по годам». Вот мне вот эта фотография больше нравится. «Не по годам». Вот. И благодаря ему сейчас появится вторая книга. Просто я хотел просто написать. Он написал несколько статей по мотивам моих работ. Вот. И тогда я сказал себе. Тогда я сказал себе. Сейчас я вас с ним познакомлю. И заранее скажу, почему это важно. Итак. Давайте вот сюда опустимся до этого. Вот. До этого. Итак. Это первая книга. Дело в том, что откуда взялся Железов, который сделал несколько мировых открытий. Я не считаюсь этого говорить. Это обо мне должны были сказать вот эти учёные. Вот эти вот. Вот. Но не сказали. Но по-своему. Как-то стесняясь. Стесняясь. Я же не их круга. И тогда получается. Я очень важную роль передаю. И мне всё не нравится, что в стране происходит. Не нравится. Вот. Я приспособился. Это же будет пока аудиокнига. Потом, благодаря Семенченко, может, она станет. Может, он будет редактором. И когда-то она будет напечатана. Хотя, скорее всего, не доживу. Я имею в виду номер два записки. Но откуда я взялся? Вся моя школа была пропитана идеями из трёх журналов. Наука, жизнь. Вспоминаем. Сейчас-то дети же не знают, школьники, что они существуют. Хотя не существуют. Наука, жизнь существует. Вот. Техника молодёжи. Так. Знание, сила. Сильнейшие. Знаете, чем были сильны эти журналы? Там работали несколько выдающихся журналистов. Они не были учёными. Я даже знаю, были ли они, были ли они, имели ли они соответствующие вот этим вот статьям, темам статьи, знания, имеется в виду профессиональное знание. А качество ли они соответствующие технические усилия? Или не всегда технические. Это могут быть исторические и прочие исследования. Географические. Но, две фамилии запомнил. Захарченко и Голованов. Выдающиеся журналисты. И сейчас на эту роль может оказаться вот этот человек. Вот. Поэтому после такой длинной преамбул я хочу объяснить, для чего я хочу вас с ним познакомить. Вот. Итак, тема. На пути к здравому слышу. Артём Семенченко. Вот. Я сказал, Артём, все карты на стол. Ну, как колись, кто-то откуда взялся. Поехали. Это важно знать, потому что за этим последует несколько статей, которые он написал. По мотивам моих работ. Вот. А я сейчас должен это всё раскрыть. Потому что Артём-то меня понимает. А существует тысяча людей. Их вообще миллионы. Которые это обязаны знать. Много должно перейти в школьную программу. Она не перейдёт, пока мы не раскроем эту тему до конца и не надавим. А как надавить? Я по эту сторону границу. Он по ту сторону границу. Это пока огромный минус. Итак. Знакомимся. Я Артём Андреевич Семенченко. Мне 20 лет. Скоро будет 21. Кстати, не проверит ли идёт ли запись. Идёт. Мне... Так. Скоро 21. Третий год. Как увлекаюсь растением. Третий год. А потом посмотрите, какой у него уровень. Это уровень молодого гения. Я них преувеличиваю. Либо только Артём, который он называет сыном, не зазнался бы. Вот. Ну, это же вы представляете. До сих пор доктора и академики не воспринимают то, что я говорю. А ведь мы-то постепенно я вам раскрою. И вы скажете, да, действительно, это несколько мировых открытий. Вот. А сейчас я, так как я люблю поговорить, то я сейчас вам расскажу анекдот. Я его рассказывал пару раз на своих лекциях. Вот. И так приходит учитель математики домой. Расстроенный. Жена. Да что с тобой, дорогой? Да ну, для тебя лица нет. Понимаешь, мне нельзя быть учителем. Я не могу детям донести до них эти истины. Вот. Представляешь, я рассказал им теорему Пифагора. Подробно всё. Ни один не понял. Тогда я второй раз рассказал теорему Пифагора. Опять никто не понял. Тогда я третий раз рассказал теорему Пифагора. Наконец-то сам понял. А они так и не поняли. Вот. Я говорю это, анекдот рассказываю. Это может быть обидно для учёных кругов. Но это факт. Вот. Пока там всё это не воспринимается вообще. Вообще не воспринимается. То есть как будто этого не существует. Поэтому я, Артём, продолжаю знакомить людей с вами. А вы будете знакомить уже. Ну, слава Богу, есть интернет. Теперь уже нет. Не надо ходить по инстанциям, говорить. Пожалуйста, запечатайте мою статью. А вас ещё и пошлют. Итак. Артём начинал с экзотических культур. Заметьте, ему 20 лет. На следующий год вник в огородной культуры, когда успевал. Сейчас головой окунулся в тему садов. Лесосадов, различных наблюдений, опытов и даже селекций. Говорю, молодой и наглый. Это я в хорошем смысле говорю наглый. Обучался не по направлению садоводства. Не по направлению. Учился в городе Лозовая, в заведении Лозовский, фаховый высший колледж искусства. Ой-ой-ой. Два факультета. Музыкальное отделение. Аккордеон. На художественном отделении. Декоративно-прикладное искусство. По диплому я выхожу как преподаватель, в художественном музыкальной школе. Вы ещё не знаете, кем вы должны быть. Или как руководитель музыкального оркестра. Перед колледжем я 8 лет обучался в художественной школе. Одновременно 7 лет музыкальной. И ещё и общеобразовательная школа. Как вас там крышу не снесло? Когда вы жили? И тогда что я получается? Для чего я сейчас это уточнил? Дело в том, что... Вот сейчас... Ну что должен я сказать? Да тебе 20 лет срочного в сельхозвуз. В академию, в униситет, в институт. Не важно. Главное, тебе сейчас диплом агронома. И всё, ребята. Пропал бы. Пропал бы. Пропал бы. Вот. Почему? Потому что не дай бог всё это изучить. Масса абсолютно ненужных знаний, которые не пригодятся. Забитые мозги. Которые тут же перестанут воспринимать что-то новое. Вот. Вот это я хотел сказать. Сейчас. Это потом. Теперь так. Это будет длинный разговор. Это же будет практически... Это... Как её назвать-то? Я вам столько всего расскажу. Это будет автобиографическая книга. Почему? Потому что когда-то народ должен... Ну как, несколько мировых открытий. А кто такой, мы не знаем. Узнаете. Итак, мне ещё не было 30 лет. Я старший мастер гидроматерического отделения никелевого завода. Так. Вот. Буквально через... Да, мне уже 30 лет, да, мне уже, это самое, дали Орден Трудового Красного Знамени. За моими плечами было уже тогда полсотни. А 30 лет. Полсотни изобретений и распредложений. А может уже сотни, я не помню. Вот. И вдруг... Это была жёсткая слава этого самого... Знаете, когда я пришёл в этот коллектив полуалкоголиков, вот, и мне дали первому мастеру... Это автобиографическое. Мне дали 40 человек смену. Так. Причём каждый день 1, 2, 3 не выходили. И из-за этого страдали страшно, непрерывное производство. У меня были... Быстро пришлось всему обучиться самому, а я всего полгода до этого поработал этим просто опера... О, Господи. Просто-просто оператором. И вот тогда... Тогда... Мне приходилось работать за себя, мастера, ещё за нескольких человек, которые постоянно прогуливали. И была система, внедрённая раньше. Да, кроме меня, все были женщины-мастера. Почему? Я до сих пор не могу понять. Вот. Значит, прогулял, потом 2 дня отрабатываешь без выходных. Вот. Прогулы не прекращались. Это наказание было слабое для людей, которые любили выпить. Вот, короче, через 2 месяца я это... Уже половины не было. А другие приходили обучать их там. Не все работы были высокоуровневые. Вот. И тогда получилось, что за мной закрепилась слава очень жёсткого руководителя. Вот. И тогда я, значит... Тогда, тогда, тогда... Так. Сейчас мне... Надо подумать, как дальше говорить. Наверное, я сейчас сделаю так. Я проверю. Отключусь. Проверю, как идёт. Запись идёт. И она вообще сколько раз, я зря говорил. И тогда продолжим.